Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Александр и Залим. Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о двух колясках, об их отличиях, потому что реально коляски очень похожи и практически каждый, кто что-то выбирает среди них, задает вопрос, чем же они отличаются. Это две коляски от компании Joy. Я сегодня буду показывать вам туриста. Залим? Я вам покажу JoyPact. Да, они действительно похожи очень. И тут есть о чем рассказать. Я начну говорить со своей. Первое по весу. Я знаю точно есть отличия. Турист весит 5,9 кг. Незначительно тяжелее Пакт. 6 кг весит. Да. Так, что касается ткани. Ткани у обеих колясок. Что-то типа джинсы такой плотной. Козырьки с защитой от ультрафиолета от солнца. Так называется стандарт UPF 50. Это такой всемирный признанный стандарт защиты от солнца. Козырьки, кстати, достаточно сильно держат воду и какого-то легкого дождя. Хватит точно. Что касается окошек. Покажи, тут у туриста есть окошко с москиточкой, смотровое. И у Пакта такая же система. Точно же такое же. Так, регулируются они очень простым способом. Без всяких кнопок. Просто толкаем и все. И хочу заметить, тихо работает весь механизм. Он не будет пугать и как-то ребенка не разбудит. Так, что касается ручек. Ручка у туриста регулируется с помощью боковых кнопок. Это такая классическая система. В очень таком широком диапазоне. Под любой рост можно подогнать. И обивка ручки. Здесь спиненная резина. Пакт регулируется нажатием на кнопки на ручке. И регулируется всего в двух положениях. Обращу внимание, что в опущенном положении ручки козырек приподнимается и меньше закрывает ребенка. Материал ручки тоже из спиненного материала. Так, давайте теперь обратим внимание на сидение. Сначала о безопасности поговорим. Здесь у нас пятиточечные ремни с мягкими накладками и на паховой зоне, и на плечевой. И гибкий бампер, который можно откинуть в сторонку, чтобы посадить ребенка. Но хочу заметить, что вот он такой, самовозвращающийся обратно. Вот. В JoyPact имеются также накладки на плечевую зону и паховой части. Бампер гибкий. И снимается. Можно снять с одной стороны для удобства посадки. И, соответственно, тоже возвращается. Окей. Так, здесь все очень схоже. Теперь разница. У туриста завал спинки здесь идет 130 градусов. И у Пакта? У Пакта 110 градусов. Более сидячее положение будет. Кому-то вот это очень важно на самом деле. Но преимущества появляются у туриста, когда мы опускаем. Здесь 175 градусов. Практически горизонтальная поверхность. Да. Пакт раскладывается немножко меньше. В лежачем положении спинка будет под 160 градусов. Да. Из-за того, что еще здесь нету, но что люди спрашивают. Ни у одной, ни у другой коляски нельзя откинуть заднюю стеночку, чтобы можно было проветривать летом. Поэтому имейте это в виду. Это не отличие, просто такая заметочка. Так. Что касается шасси. Оно здесь тоже очень отличается. Можете вот невооруженным взглядом увидеть. У туриста передняя ось шире, чем задняя. А у Пакта? У Пакта наоборот. Передние колеса, они расположены ближе друг к другу, а задние расположены подальше. Амортизация, она одинаковая в двух колясках абсолютно. Колеса, материалы абсолютно идентичны. Это полиуретан. Получается, багажники, смотрите, они практически тоже идентичны. Разница только, что у туриста. Вот здесь сеточка, у Пакта что там. У Пакта сеточка по бокам. Здесь, соответственно, сплошная ткань. Да. И хочу заметить, у колясок в багажнике есть вот такое сливное отверстие. Потому что, ну, бывает там какая-то влага попадает, чтобы это все вымывалось оттуда без проблем. Подножка, ступенечка есть, соответственно, и у Бакта. И у Бакта, и у турист. Да, ну, у туриста она чуть шире из-за передней оси. Так, в общем, здесь все нормально. Давай о комплектации вспомним. У них в комплекте идет дождевик. Адаптеры. Адаптеры. Для установки автолюльки. И можно еще на эти же адаптеры устанавливать лежачий блок Joy. Причем полноценный лежачий блок. И на туристы, и на пакт, кстати. Да. Можно купить эти коляски как два в одном и как три в одном. Для новорожденного ребенка, вы представляете, можно вот такую купить. Но это, на самом деле, интересная очень задумка и решение. Так, и давайте теперь мы покажем, как они складываются. Покажи, как складывается пакт. Чтобы сложить пакт, надо будет на ручке, отогнув рычажочек, снизу нажать кнопку. И после чего убираем ручку вперед, опускаем среднюю часть ручки и поднимаем за ручку наверх. Удобная ручка остается и есть лямочка. На плечо можно закинуть. Прикольно. Так, у туриста, чтобы складывать, нужно сделать то же самое, но сложится она по-своему чуть-чуть по-другому. Также отгибаем, нажимаем и все. Она сама складывается. Также есть эта рябочка на плечо. Вот она с этой стороны, можно ее использовать. И давайте мы вам, раз уже их сложили, покажем. У них в комплекте, у каждой есть транспортировочная сумка. Мы сейчас их упакуем и покажем, как они так выглядят. Упакованные. Вот из такого прочного материала все сделано. Все, собственно. Вот так это все выглядит. Мы обязательно рекомендуем, если вы там особенно будете вручную кладь, их сдавать. Упакуйте, потому что в очень непотребном виде они иногда возвращаются после полета. Поэтому делайте это обязательно. Вот, по-моему, мы все сказали. Добавить есть что? Нет. Вот. Собственно, добавить нам уже действительно нечего. Разницу мы вам показали. Мое личное мнение, коляски очень хорошие по соотношению цена-качество. Они достаточно надежные. У них мало рекламации каких-то обращений гарантийных. Поэтому, если обратили внимание, любая из них вас точно устроит. А нюансы вы уже сами видели. А мы за Лимом лишь хотим пожелать вам сделать хороший грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И напомню, ссылки на эти коляски будут в описании внизу под этим роликом. Поэтому спокойно можете заказать в магазине Первая коляска. Ну, собственно, удачи вам. Всем пока. Всего доброго. До свидания.